Сороки Широки просторы Руси, да и календарей у народов на них проживающих множество, и значит праздники могут отмечаться в разное время. По одной из версий календаря праздник сороки или жаворонки уже отмечался славянами 10 марта. Народ верил, что с 22 марта весна окончательно вступает в свои права. Прилетают певчие птицы, в том числе и жаворонки, которые считались ее предвестниками. Существовало множество невероятных поверий, связанных с этим днем и с жаворонками. Говорят, на зиму эти пичуги не в теплые края улетали, а превращались в мышей, пережидая стужу в теплой мышиной норке. А как только землю пригревало солнышко, они принимали прежний образ и вылетали на свет Божий, приветствуя весну ликующим пением. Другие считали, что вовсе не в мышиной норе жаворонки зиму пережидают, а высоко в поднебесье, уютно пристроившись на руках у ангелов, которые их нежили и ласкали. А приходила весенняя пора, спарывала первая молния небесный полок и вылетали из него жаворонки, возвращаясь к людям и неся на своих маленьких крылышках в солнечную теплую погоду. Вот такие невероятные превращения и приключения, по мнению некоторых, происходили с этими птичками. Радовались прилету звонких печук и стар, и млад, ведь следом за жаворонками не только тепло по земле разливалось, но и сорок птиц домой возвращались. К их прилету готовили кормушки и скворечники, вырезали из дерева забавные птичьи фигурки, выпекали из теста жаворонков, голубков, ласточек, запекали сладкие колобки. Сороки святые, колобаны золотые, солнца символы, говорили в народе. Пекли колобки, обычно из остатков квашни, готовые обмазывали медом и угощали ими домочадцев и соседей. Сорок колобков оставляли, и потом в течение сорока дней выкидывали по одному рано утром на улицу. Считалось, что мороз, наевшись обрядового угощения, станет добрее и не будет вредить проснувшемуся солнцу. Самые красивые фигурки печу посылали в подарок родным и близким, а остальных раздавали деревенским ребятишкам, которые бегали по улицам, прикрепив жаворонков к шесту и напевая. «Жаворонки, жаворонки, к нам прилетите, принесите нам весну красну, зима надоела, весь хлеб поела». Затем печенье в виде сладких птичек крошили и раскидывали на все четыре стороны. В некоторых областях России с помощью жаворонков определяли главного семейного засевальщика. Для этого мужчины должны были по очереди вынимать из глубокой миски птичьи фигурки с секретом. И тот, кому попадался жаворонок, запеченный внутри монеткой или цельными зернышками, начинал весенний сев первым. Дети в этот день выбегали во двор и старались перебросить через крышу дома сорок щепочек, чтобы морозы отступили и настало долгожданное тепло. В этот день примечали. Если чайка прилетела, скоро лед пойдет. Какова погода в этот день, такова будет еще сорок дней. Тает снег и дружное половодье, жди хороших трав. Сороки пройдут без таяния, лето будет теплое. С приходом весны вас, славяне! Братья-месяцы Игорь Негода . Сороки пройдет. Продолжение следует...